здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном лавонос петр о чем мы поговорим сейчас мы находимся на нашей картофельной плантации где-то 5 соток картофеля обеспечивает урожаем 3 семьи в 11 человек картофелем вас вроде не удивить культура традиционная все вроде все знают но я расскажу вам оригинальный способ копки картофеля понимаете способ которым вы будете вдоволь есть вкусный вкусный молодой картофель а урожайность ваша на поле будет только подрастать и земля не будет освобождаться она все время будет картофелем тоже такой за способ что в нем интересного есть конечно технологии разные но для того что перейти к этой технологии сразу объясню что необходимо сделать самом начале самом начале значит необходимо чтобы была рыхлая земля на вашем картофельном поле есть ваш картофельный участок будет рыхлый Значит, этот способ сработает на все 100%. Для того, чем мы разрыхлим почву. Это может быть торф, это может быть соломенная резка, это может быть полова. Любой из этих компонентов, будучи внещенную почву, придаст ей рыхлость. Далее, самый важный вопрос. Посадили картофель и записали, где на каких родах растет ранний картофель, где растет поздний картофель, где растут картофели другие. Выяснили? Так, и смотрим дальше. Картофель должен отвести. Вот практически картофель уже как бы кончает отцветать. Отцветает картофель. Значит, уже можно попробовать молодой картофель. Что делают многие из вас, мои дорогие дашники? Они берут лопату, выворачивают этот куст, который еще как бы расти-дорасти давать урожай. Вывернули, собрали мелкий, крупный картофель. И ваше поле остается пустым. Поле остается пустым, на нем растут сорняки. И потом там и сидераты не посесть, еще эти кусочки. Пока большой не появится кусок, а бы сесть, то не хочется. И вытирать урожайность. При моем же способе мы подходим к земле. Подходим к земле и ищем трещины. Там, где трещины, там обязательно растут клубни картофеля. Наштупываем, в эту трещину засаживаем руку, ну тут перчаточка, конечно, надо, это тоже не проблема. И наштупываем. Если картофельная крупная, мы ее отрываем и в ведро. Если мелкая, мы ее оставляем. И вот идем по роду. Ну я вот замечу, что если вот сейчас, в начале июля, когда еще картофель как бы только нарастает сильно, значит, мне достаточно пройти с одной стороны целый рад, для того, чтобы набрать вот три ведра картофеля. Ну а потом, когда уже урожай начинает расти, вот, значит, я насобирую, ну где-то прохожу, метров 6-7, я насобирую ведро картофеля. Что дает этот способ? Смотрите, значит, я иду с одной стороны, потом с другой, значит, опять с той стороны, и опять, и опять. Вот у меня 10 родов картофеля, это практически 10 дней я могу копать картофель. Ну, через 10 дней я вернусь, опять, это первый род, я уже буду копать с противоположной стороны. С противоположной стороны опять начинаю копать картофель. Ну, поскольку урожайность нарастает очень быстрее, значит, что получается, что я меньше, ну, как бы шевелю этот картофель. Это раз. Потом, заметьте, я отрываю самые крупные клубни, уменьшаю количество ядоков на картофеле. Значит, те клубни, которые остались, которые мелкие, они все будут расти. И вы понимаете, когда осенью приходит пора уборки урожая, многие удивляются, что на моем участке, как бы, все лето копаю картофель, все лето видно, что есть молодой картофель, весь картофель целый, и у меня нету мелкого картофеля. У меня весь картофель только крупный и семенной. А куда пропал мелкий? А он просто подрос. Во время моего разговора вы посмотрели мою технологию, посмотрели, как я ее использую. Вот, а теперь посмотрим, что из этого у нас получилось. Ну вот, мои дорогие зрители, вы посмотрели способы, посмотрели, как действует. Давайте мы разберемся, плюсы и минусы этого способа. Ну, конечно, минус, что это трудозатратно. Это надо много времени, потому что надо пройти по вашему участку, посмотреть, где треснула земля, наступать. Не факт, что вам пойдет такая хорошая крупная картофельная, может попасть и маленькая, придется засыпать, придется опять. Как бы, времени уходит, но это где-то, ну, час-полтора, пока наберешь ведро картофеля. Но, плюс, самый большой плюс, самый большой плюс в чем? Весь наш картофель остается целым. Мы не выкопли ни одного куста. Весь картофель продолжает развиваться и наращивать урожай. Все картофельные, которые остались маленькие, вот они подрастут. И кости они не все будут, знаете, ну, как минимум вот такого размера и даже крупнее. Есть картофельные вот такого вот размера, вырастают. Потому что все питание, мы часть клубней забрали, уже клубни образования у ранних сортов как бы заканчиваются. Поэтому оставшиеся клубни очень-очень сильно подрастают. Поэтому мы урожайность увеличиваем. Так что, я думаю, вы согласитесь со мной, что и козы целы, и волки сыты. Чем больше картофеля мы копаем на стол, тем больше картофеля у нас вырастает на нашем участке. Тем выше урожайность. Если заинтересовались, попробуйте, поэффериментируйте. Вот, в первый раз и не все получится. Я напомню, что самое главное, чтобы была рыхлая почва. И хорошо, чтобы было видно эту щель, где растут клубни. Там, где растут клубни, там всегда такая в земле есть щель, треснутая земля. Вот только в этих местах и проверяйте. Просто так вокруг куста бесцельной не копайте. Потому что там, где треснутая земля, там вот клубни, там может быть два-три штуки клубней. Вот, так что воспользуйтесь этим способом. Вот, и посмотрите, что будете есть весь сезон молодой свежий картофель, это самое. А на участке у вас будет подрастать оставшийся. Удачи вам! Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Смотрите его. До свидания!